Здравствуйте! Это новости на канале Губерния в студии Александр Кобыльсков. В начале выпуска коротко о некоторых темах. Несчастный коммунальный случай. В Самаре снежная глыба упала на голову женщине. Удар оказался смертельным. Кто ответит за нечищенные кровли? И где, пока снег не растает, лучше не ходить? Наши корреспонденты разбирались. Расширяют международные связи. Скоро в рядах студентов Самарского университета прибавится иностранцев. Чему будут учить граждан Шри-Ланки, на Бурских берегах и зачем это нужно нашему региону? Три ледовых площадки, универсальные спортивные залы, современные раздевалки. Строительство ледового дворца в Самаре по поручению губернатора начнут уже весной этого года. Как изменится арена и почему она станет не только спортивным, но и культурным центром? Возведение ледового дворца ЦСКО в Самаре на Молдогвардейской планируется начать уже весной этого года. Такое поручение дал губернатор на совещании с проектировщиками-архитекторами. Николай Иванович Меркушкин подчеркнул, работы необходимо начать в ближайшее время. Какой будет новая ледовая арена? Подробности узнал Виталий Портнов. Судьба этого ледового дворца уже решена. Его снесут и на этом же месте построят новое здание. Для большого города, как Самары, нужна новая современная арена. Ее высота составит более 20 метров. Форма останется прямоугольной. В комплексе расположится три ледовых площадки. Основной лед, тренировочный и для керлинга. Кроме того, предусмотрен универсальный зал и помещение для занятий хореографией. Во-первых, мы разместили две полноценные раздевалки в отметке тренировочного поля. Чтобы они прямо раздевались и проходили на лед. Во-вторых, есть лифт с обрезиненным покрытием, чтобы можно было с раздевалок первого этажа. Кабанат подниматься наверх. И по машине мы сделали подъемник полидозаливочный. Она все время будет находиться на втором этаже, только на ремонт будет спускаться вниз. На ремонт? Не на ремонт, а для того, чтобы обслуживать поле? Здесь ходят две машины, поэтому она будет все время находиться наверху, не будет постоянно туда-сюда перемещаться, что не хотели эксплуатанты. Чаша основной арены будет асимметричной формы. Трибуны рассчитаны на 5000 человек с возможностью установки дополнительных кресел. Там же будут проводить и баскетбольные турниры. На время проведения игр на лед будут стелить паркет. Предусмотрели и удобные раздевалки с выходом в каждый из залов. Новый спортивный объект, отметил губернатор, станет максимально эффективным. Будет задействован каждый сантиметр. Конечно, надо очень предметно все осматривать, для того, чтобы потом у нас не получились какие-то вещи, которые мы не предусмотрели. Я думаю, для того, чтобы вот эту многофункциональность максимально обеспечить. Проектировщики заверили, что в новом здании будут созданы максимально комфортные условия. Это будет не просто дворец спорта, а настоящий современный культурный центр. Министр строительства Александр Викторович Баландин доложил главе региона, что демонтаж существующих конструкций запланирован на 1 июня, а начало строительства намечено на 1 июля. Николай Иванович Меркушкин подчеркнул, затягивать нельзя. Поэтому было дано поручение ускорить темпы строительства и работы начать через два месяца. На совещании также обсуждался вопрос строительства нового здания речного вокзала. Возведение планируется начать уже в мае, чтобы к лету следующего года объект уже работал. Согласно проекту, площадь составит порядка 2000 квадратных метров. В навигационный период в помещении будут зоны для продажи билетов, зал ожидания и кафе. А зимой там смогут проводить выставки и конференции. Также губернатор поручил начать проектирование новой станции метро «Самарская». Важно для людей и цирк, и центр города, и площадь славы. Многие общественные мероприятия проводимые тут, крупные. А метро – это самый быстрый способ добраться до центра города. В том, что пассажиропоток увеличится, никто не сомневается. Планируется, что выходы из подземки будут расположены на пересечении улиц Самарской и Маяковского, а также в районе площади славы. Виталий Портнов, Новости губернии. Как отрегулировать механизм социальной помощи населению? Свои предложения озвучили участники заседания общественного совета при администрации Тольятти. Изменения в социальной политике региона общественники признали наиболее оправданными в сложившейся социально-экономической ситуации. И поделились своим видением, как систему сделать совершеннее. Их выслушал Владислав Жирнов. В Тольятти сейчас проживает около 106 тысяч льготников. Более всего людей волнует переход на компенсацию за жилищно-коммунальные услуги. В марте такую выплату уже получили 85% льготников. В апреле их число вырастет и достигнет более 95%. Таким образом, можно считать, что новый механизм социальной помощи населению в Тольятти работает практически без проволочек. К такому выводу пришли участники заседания общественного совета при администрации городского округа Тольятти. По их мнению, такие меры, как введение критериев нуждаемости и приведение выплат в соответствии с федеральным законодательством, себя полностью оправдали. В бюджетных посланиях президента Российской Федерации и в самом федеральном законодательстве предусмотрен постепенный переход к предоставлению мер социальной поддержки с учетом критериев адресности и нуждаемости. Именно на основании этого, основываясь на этих двух посылах, и произошли изменения, которые с января 2017 года коснулись, конечно, огромного количества граждан на территории Самарской области. Вот конкретно по Тольятти одних только получат ли ЕДВ ЖКО или 106 тысяч. Переходный период в региональной социальной политике еще не завершен. Предложения ждут от общественников. Необходимо продумать дополнительные меры помощи наиболее незащищенным слоям населения. В 126 льготах, которые были в том перечне, только 17 были адресными. А сейчас политика такова, что адресными должны быть все льготы. Поэтому тут поле, как говорится, такой деятельности огромное. Поэтому все надо. Но главное, чтобы было больше проведено работы с людьми и объяснено людям, чтобы как-то не было волнений, чтобы люди действительно не переживали. Сейчас в области прорабатывается вопрос о предоставлении единовременных денежных выплат по итогам года тем ветеранам, которые продолжают трудиться, но размер их пенсии вместе с зарплатой составляет менее 19,5 тысяч рублей. Участники заседания общественного совета обсудили критерии для предоставления мер соцподдержки таким гражданам. Свои предложения общественный совет Тольятти направляет для рассмотрения региональному министерству социально-демографической политики. Владислав Жирнов, Александр Дудко. Новости губернии. Тяжелый коммунальный случай. В Самаре женщина погибла из-за схода наледи с крыши. Глыба упала ей прямо на голову. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте еще до приезда медиков. К месту прибыли коммунальщики. Они на следующий день после трагедии активно очищают снег и следы происшествия. Почему о безопасности не побеспокоились до трагедии? Кто ответит за халатность перед законом? Наша съемочная группа провела собственное расследование в поисках компании, ответственной за уборку кровли. Опасно сход снега. На эти блюклые предупреждения с фасадов зданий мы часто не обращаем внимания. Да и как ими не пренебречь, если на улице уже не первую неделю отцепель. А коммунальщики, по их же словам, крыши домов чистят исправно. В итоге обоюдная невнимательность привозит к трагедиям. Одна из них произошла здесь, у дома 109 по улице Вольской. Глыба льда, упавшая с этого дома, прервала воскресную прогулку 42-летней жительницы Самары. Очевидцы тут же вызвали скорую, но прибывшие медики смогли лишь только констатировать открытую травму головы и смерть потерпевшей. Под моими окнами как раз она и лежала. Вот. Один в один. Я уже увидела, когда скорой помощи милиции была. Помочь ей нельзя было. Судя по всему, было очень много крови. Инцидент встряхнул коммунальщиков. Его следы начали убирать еще накануне вечером. Чистить в срочном порядке бросились и крыши. Правда, соседних домов. В скровле 109-го теперь падать уже практически нечему. По словам местных жителей, убирают здесь часто, но неаккуратно. Теперь за небрежность придется ответить, согласно уголовному кодексу. По данному факту, следственным отделом по промышленному району города Самары было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это причинение смерти по неосторожности следствия, не для лежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Кто будет отвечать, в ходе следствия будет устанавливаться, на ком лежала обязанность по очищению крыши, к какой управляющей компании относятся. Какой обслуживающей организации относится дом, выяснить нетрудно. Буквально в два клика. За чистоту и порядок там, согласно данным сайта госкорпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ, отвечает ТСЖ «Промышленная-1». Указанный телефон, как выяснилось, с коммунальщиками не связан. А по такому адресу ни о каком ТСЖ вовсе не слышали. То есть ТСЖ «Промышленная-1» тут никогда не располагался? Я не знаю. ТСЖ у нас нет. А с кем можно поговорить, узнать, кто может лучше знает? По ЖРП обращайтесь. По ЖРП, которое находится в том же здании по улице Гагарина, 131А, нам заявили, что никаких следов присутствия своих коллег по соседству не замечали. Ищем дальше. По названию ТСЖ находим другой адрес, Юбилейная-2. Но и там пусто. Еще один удивительный факт. В управлении ТСЖ «Промышленная-1» находится 31 дом. Общая площадь более 24 тысяч квадратных метров. А в штате, согласно данным того же официального сайта, всего один человек – руководитель. Понесет ли он ответственность за гибель женщины, разберется следствие. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза. Кирилл Козин, Сергей Александров, Новости губернии. С начала года число ДТП с пьяными водителями сократилось на треть. Это заслуга в том числе активистов ночного патруля, отмечают самарские полицейские. Ровно два года назад было подписано соглашение о взаимодействии госавтоинспекции и общественников. За это время с их помощью выявлено свыше тысячи правонарушений. Возбуждено 26 уголовных дел. По статистике, аварии с участием пьяных за рулем чаще других приводят к тяжелым последствиям. Только в прошлом году почти четверть ДТП со смертельным исходом произошла по вине водителей под шафе. В относительном выражении это не очень большая цифра. В зависимости от времени года составляет от 6,5 до 8% всех ДТП. То есть это менее 1,1% всех совершаемых ДТП. Но, к сожалению, ДТП, совершаемых в нетредном состоянии, характеризуется наибольшей тяжестью последствий. Это, как правило, или тяжкие телесные повреждения, или это смерть пострадавших. Поэтому правление трезвого состояния именно относится к наиболее тяжким административным правонарушениям. Граждане, которые нарушают закон, совершают преступления, ездят пьяными за рулем, они сейчас боятся еще ночного патруля, потому что они его не знают в лицо никого. В основном никто не известен, наши машины тоже никто не знает. То есть люди начинают просто за собой оборачиваться. И, скорее всего, просто уже никто не хочет лишаться своего водительского удостоверения, ну и как бы попасть на штраф и быть уголовно наказуемым. А теперь коротко о других новостях. В нашей постоянной рубрике «Губерния за минуту». Субсидии из областного бюджета получат муниципалитеты с лучшими показателями социально-экономического развития. Самара – 46 миллионов, Чапаевская, Кенель – по 10. Плановые показатели превысили только 5 из 10 городов. В общей сложности по итогам февраля выделят 239,5 миллионов рублей. Система введена в 2013 году по инициативе губернатора. Эти средства муниципалитеты могут направить по своему усмотрению на решение наиболее важных вопросов. Тольятти представит регион во всероссийском первенстве ночной хоккейной лиги. Команда любителей «Ирифы» в третий раз выиграла областные соревнования. Чемпионат страны состоится в Сочи в начале мая. Национальный казахский праздник «Наурыс» отметили в Хворосянском районе. Новый год по восточному календарю мусульмане на Самарской земле широко встречают с 2004 года. В программе праздника – песни, танцы, национальная борьба и традиционные угощения. «Наурыс» знаменует приход весны. И продолжаем. Самарский университет стал непосредственным участником развития космической программы «Шри-Ланки». Соответствующее соглашение стороны подписали в минувшие выходные. Когда первые ланкийские студенты придут на лекции, и что дает такое сотрудничество нашему региону, узнала Мария Шпакова. В Центре наноспутниковых технологий молодые ученые Самарского университета рассказывают о своих разработках. Экскурсия международного уровня. С визитом приехала делегация Республики Шри-Ланка. Цель – взаимовыгодное сотрудничество с Россией в области подготовки кадров, создания совместных образовательных программ и научных проектов. А все для того, чтобы развить в своем государстве космическое направление. Россия, безусловно, является лидером в области космических исследований. Самарский национальный исследовательский университет стоит за всем этим. И, естественно, это самое лучшее место для того, чтобы послать молодых ученых и студентов из Шри-Ланки заниматься повышением квалификаций в этой области. И изучение космических наук – это не только изучение космоса, а также повышение качества жизни на Земле. Самарский университет – один из немногих вузов мира, обладающий собственной группировкой космических аппаратов на околоземной орбите. С Шри-Ланкийским институтом современных технологий подписывают соглашение о сотрудничестве в области науки и инноваций. И одним из таких пунктов взаимодействия между Роскосмосом и Шри-Ланкой является Самара. Поэтому для нас, для Ракетно-космического центра «Прогресс», для наших совместных разработок, которые уже на орбите, это спутники АЭС, это центры приема на Земле, большое применение, в принципе, возможно на шри-ланкийской земле. Сотрудничать договорились по всем ступеням подготовки – от бакалавров до докторов наук. Первая группа студентов из Шри-Ланки приедет на учебу в Самарский университет уже в начале апреля. Мария Шпакова, Дмитрий Столяров, Новости губернии. ЕГЭ по-русскому писали сегодня досрочники. 102 из них – выпускники прошлых лет, которые по тем или иным причинам пересдают госэкзамен. И четверо заканчивают школу в этом году. Это третий по счету экзамен досрочного этапа. О его особенностях далее. ЕГЭ по-русскому языку сегодня досрочно пишут 106 выпускников региона. Четверо из них заканчивают школу в этом году. Отмечу, что к началу экзамена на пункт явились не все. Опаздывать теперь можно, но не более двух часов. При этом экзаменационные задания ребята должны закончить писать вместе со всеми. Последние минуты до начала экзамена выпускница одной из самарских гимназий. Арина Малеева тратит на правильный психологический настрой. Именно он, по ее мнению, поможет хорошо написать русский. Правила штудировала с репетитором целый год. Нужно просто понять, что от этого твоя жизнь только немножечко зависит и все. И спокойно прийти и сдать то, что ты можешь, то, что ты умеешь. Просто включить в свою голову и все свои знания, как бы, ну, правильно русло направить. В будущем Арина видит себя экономистом. Артем Щербаков, напротив, грезит о небе. Отслужив год в армии, парень мечтает поступить в Сызранскую вертолетку. Решил поступить в высшее, поэтому пришлось сдавать специальные. Нужны, да, специальные русские, математика и физика. Экзаменационные задания с помощью специального ключа доступа скачивают с федерального образовательного портала. После чего распечатывают прямо в аудиториях, на глазах выпускников. Здесь же на месте все материалы будут отсканированы и сразу отправлены в центр обработки. На следующий год все пункты проведения пойдут у нас именно по такой технологии. Мы существенно сэкономим деньги на затраты транспортные и прочие разъезды. Но и самое главное, мы еще больше обеспечим безопасность экзаменационных материалов. За ходом экзамена следят сотрудники Рособорнодзора, общественные наблюдатели и камеры. По всех аудиториях экзаменационного пункта ведется видеонаблюдение. Они следят не только за учениками, но и за организаторами. Чтобы так бы не было давления на детей, чтобы они выполняли свои четкие должностные инструкции. Чтобы ЕД прошел максимально честно, объективно и прозрачно. Чтобы выпускники текущего года получили свои объективные баллы и результаты. Чтобы они поступили уже в вузы, в которые они планируют. Русские – третий по счету предмет досрочного этапа. Уже решены задания по информатике и географии. Следующая на очереди – математика. Ее выпускники напишут в эту пятницу. Алена Алешина, Дмитрий Столяров, Новости губернии. Куйбышевский НПЗ компания «Роснефть» вручила денежные сертификаты учреждениям образования «Самары». На эти средства детские сады и школы в этом году проведут ремонт и благоустроят территории, приобретут игрушки и спортивный инвентарь. Благодаря финансовой поддержке завода уже завершается капитальный ремонт Дворца культуры в Куйбышевском районе. О благотворительных проектах КНПЗ в следующем сюжете. Благотворительность для крупного нефтеперерабатывающего предприятия – не только вопрос репутации. Каждый год на поддержку детских садов, школ, молодежных, спортивных и ветеранских организаций в Самаре завод и компания «Роснефть» направляют миллионы рублей. За сухой статистикой – возможность госучреждениям решать насущные проблемы, утеплить помещение, поменять окна, отремонтировать спортивные залы, купить мебель и игрушки, развиваться профессионально и творчески. Сотрудничеству КНПЗ и 129-й Самарской школы почти 20 лет. Благодаря помощи завода школьники «Роснефть» класса углубленно изучают точные науки, поступают в технические вузы, находят свое призвание и работу на предприятиях компании. Мы маленькая-маленькая дочка этого завода, потому что они очень нас опекают, очень нам помогают, они всегда подставляют плечо. Благодаря финансовой поддержке КНПЗ скоро распахнет двери обновленный дворец культуры «Нефтяник». Сегодня руководство завода вручает еще 14 денежных сертификатов. Очень много поколений, которые работают на КНПЗ, и поэтому сейчас КНПЗ вкладывает в свое будущее. То есть он вкладывает в детей, в детские сады, вкладывает в школу, вкладывает в техникум. И потом, начиная от детского сада и заканчивая выпуском из техникума, эти дети уже взрослыми специалистами приходят работать на Куйбышевский НПЗ, и, соответственно, продолжают славные традиции района и завода. Благодарительность – это не то, что какая-то акция, это воспитание человека, воспитание людей. Я считаю, любой завод – это не что-то такое мёртвое, а морфное, это в первую очередь коллектив, в первую очередь люди. И если предприятие им занимается, значит, люди на этом предприятии работают благородные. Поэтому это святая обязанность любого предприятия, любого руководителя. Алена Алешина, Вячеслав Потоцкий. Новости губернии. Это вся информация к этому часу. Всего вам доброго. До свидания.